Сейчас мы находимся в гимназии 5 города Чапоксары, на самом настоящем форсайте школы будущего 2013. Слово «форсайт» произошло от английского «forsight» и в переводе оно означает «взгляд в будущее». На сегодняшний день форсайт – новый метод построения будущего. Это коллективная работа, позволяющая выявить выигрышные дела и моменты, на которых нужно работать. В Чувашии 8 декабря состоялась первая форсайт-конференция, и в преддверии этого события в гимназии прошла своя форсайт-игра. Ее организаторы рассказали много интересного об этой технологии. В вашей школе мы проводим предфорсайтное мероприятие. Мы хотим собрать внимание аудитории, не только вашей новой всей Чувашской республики. Как вы думаете, сегодняшнее нужно прогнозировать или моделировать? Вот. Именно. Будущее нужно моделировать. Потому что, если вы не будете сегодня моделировать свое будущее, то вам придется жить в том будущем, которое будет моделировано другими людьми. Задачей участников форсайта, которыми стали старшеклассники, учителя и гости школ, было создание образа школы будущего. Где уже проявил себя форсайт? Форсайт уже издал свой атлас профессий, в котором вы можете посмотреть, какие профессии будут востребованы через 10-15 лет, и, к примеру, занять их места в будущем. Можно ли им воспользоваться в учебных целях и на каких уроках? Ну, конечно, форсайт – это универсальный инструмент, в том числе можно использовать для учебы. И в первую очередь, наверное, здесь интересна физика, технология, математика, то есть такие естественные науки, которые как раз преподаются в школе. В ходе коллективного обсуждения три команды раскрыли для себя сильные стороны данной технологии. Все выполняют свои действия, все абсолютно, но все разрознено. И мне кажется, что это форсайт, особенность как раз сборки, даже сейчас у нас, да, учителя есть. И что получилось? Все о персонификации говорят, такое ощущение, что я считала, да, что всем уже хочется настолько человека сконцентрированного стали, да, что хочется уже о денег государственных не хватает на персонификацию всех. Тогда нужно на что соглашаться? Что будет государственные, ну, по школам, например, ходят, да, с ребятами говорят, а дальше уже, например, медсестра там покупается, еще кто-то, чего. Но тогда нужно незаконно переписывать, и в Конституцию нужно переписывать, не говорить, что у нас доступное бесплатное образование. Ну, я уж так это посекаю на все эти вещи, но нужно договариваться. А то у нас в телевидении, говорит, доступно бюджет, а когда смотрим бюджет, то видим, что недоступны не все. Это гибернизация, закачать знания, а вот это, это технология, интерфейс-мозг называется, то есть интерфейс-компьютер-мозг, это технология, а формат, например, можно назвать там «Все знания мира за одну минуту», то есть как бы флешка со всеми знаниями продается. Вот это формат, понимаете? Вот, например, есть магазин знаний, да, в будущем, тоже формат. Вот приходит человек туда уже с разъемом для флешки и говорит, так, мне, пожалуйста, вот эту флешку, вот эту флешку и вот эту. У всех участников форсайта была возможность высказать свое мнение о школе будущего 2030. А через 14 лет мы узнаем, оказались ли наши предположения верными. Нина Стретинская, Джимля Хайрудинова, Арнольд Корзаков, Георгий Святна, Вастуте 2.5